Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Ассоциация российских банков и Федеральная антимонопольная служба обратились в Центробанк с предложением по-новому рассчитывать полную стоимость кредита. Они предлагают внести изменения в среднерыночную формулу расчета с учетом доли каждого банка на розничном рынке, а не только тех, которые входят в топ-100 кредитных организаций. С 1 июля 2014 года полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Центробанком среднерыночное значение более чем на треть. ФАС указывает, что такая методика не учитывает требования постановления правительства о правилах определения доминирующего положения кредитной организации. Предложение жизнеспособно и теоретически может снизить стоимость кредитов, как считают эксперты. Давно пора прижать банкиров. Эксперты прогнозируют снижение цен на продукты питания в сезон отпусков. В это время покупательский спрос падает, а продавцы не заинтересованы увеличивать наценку на свою продукцию. Кроме того, летом в точке сбыта начинает поступать плодоовощная продукция отечественного производства, что также сказывается на стоимости товаров. Однако в этом сезоне эксперты прогнозируют не такое снижение цен, которое отмечалось в прошлом и позапрошлом году. В стоимость плодоовощной продукции будут закладывать возросшие цены на импортные семена, которые сильно подорожали из-за девальвации рубля. Вот интересно, почему у нас в стране семена для рассады сделать-то не могут? Семь из десяти самых популярных островов для отдыха в 2015 году принадлежат Греции. В рейтинг топ-30 вошли 13 греческих островов. Первое место занимает Кекладский остров Иос с индексом популярности 86,22%. На втором месте один из самых красивых островов Саранического залива Гидра. На третьем месте Фолигандрос. Четвертое место по популярности занял итальянский остров Капри. Его рейтинг 84,95%. С пятого по восьмое место располагаются греческие острова Санторини, Миконос, Наксос и Парос. В топ-30 также попали Спецос, Крит, Закинтас, Кос, Родос и Корфу. Сообщается, что в топ-30 вошли острова, располагающие как минимум 50 отелями, на каждой из которых оставлено не менее 50 отзывов. А я всегда, кстати, говорил, что греческие острова – это нечто. А на сегодня это все. Удачи в делах.